Волшебное рождение Снегурочки. Из цикла История Возникновения. И дети их с нетерпением ждут, ведь их приход связан с чудесами и долгожданными подарками. Снегурочка является одним из самых красивых и в то же время одним из самых загадочных сказочных персонажей. Каждый ребенок знает, что она внучка Деда Мороза, а вот откуда она взялась? На этот вопрос ответит не каждый. Так, где же была Снегурочка до того времени, как мы узнали о ней? А может, ее и не было никогда. Может, это Дед Мороз сам для себя придумал помощницу и назвал Снегуркой. В древних славянских легендах существуют разные версии происхождения Снегурочки. Есть миф, что родителями этой красавицы являются Баба Яга и Леший. Факты такого происхождения можно отыскать в русских народных сказках. Наши предки воспринимали Снегурочку как символ застывших вод. В их понимании это была юная и всегда жизнерадостная богиня, носящая исключительно белые одеяния. В одной из историй, дошедших до нас, рассказывается о происхождении Снегурочки так, «Однажды у великого русского бога-отца Деда Мороза и божественной снежной вьюги Метелицы родился бог-сын Снеговик. А у бога-сына Снеговика и русской богини Весны Красны родилась дочка Снегурочка. От весны Красны Снегурка взяла божественную красоту. А ум, сообразительность и доброта достались ей от Снеговика. Но поскольку весна Красна любит тепло, то она редко общается со своими зимними родственниками Дедом Морозом, Снеговиком и Снегурочкой. Встречается с ними лишь перед самым наступлением весеннего тепла, когда Дед Мороз, Снеговик и Снегурочка уже собираются к отъезду на все лето на Дальний Север. А вот смелая и решительная божественная снежная вьюга Метелица эпизодически навещает своих новогодних родственников в течение всей зимы, да и летом тоже иногда заглядывает их проведать в северной стране Вечных Снегов. Есть и другая версия происхождения Снегурочки. У Деда Мороза была жена Зима, и было у них три сына – Декабрь, Январь и Февраль. И жила девушка по имени Вьюга. Она встречалась с их сыном Декабрем, и у них родилась девочка, которую назвали Снегурочкой. Поэтому Снегурочка и Дед Мороз приезжают именно в Декабре. Образ ожившей снежно-ледяной девочки довольно часто встречается в северных русских сказках. Всем известна такая сказка – жили старик со старухой, и у них не было детей. Когда выпал снег, они вылепили себе снежную бабу, которая и превратилась в живую девочку. Они назвали ее Снегурочкой. Очень полюбили старики свою дочурку, не могли нарадоваться на нее. Вот только была одна странность у их новоявленной дочки, боялась она солнечного света и тепла зимой предпочитала больше находиться на улице. А когда наступило лето, то наоборот стала прятаться в доме. Однажды подружки позвали Снегурку в лес по ягоды, а там разожгли костер и стали прыгать через огонь. Уговорили прыгнуть через огонь и Снегурочку. И осталось от нее лишь легкое облачко, которое вскоре растаяло, как тает под солнцем снег. В XIX веке сказки о Снегурочке были собраны известным фольклористом и историком литературы Айана Фанасьевым. Именно его исследования и легли в основу пьесы «Снегурочка», написанной в 1873 году драматургом Айана Ставским. В ней Снегурочка предстала как дочь Деда Мороза и весны красны, которая погибает во время летнего ритуала почитания бога солнца Ярилы. Этот день весеннего равноденствия считался началом астрономической весны, который у наших древних предков-язычников был и первым днем Нового года. В пьесе «Снегурочка» представлена как прекрасная, бледнолицая и светловолосая девушка, одетая в бело-голубую одежду с меховой опушкой, шубка, меховая шапка, рукавички. Позже писатели и поэты превратили Снегурочку во внучку Деда Мороза. Вначале пьеса не имела успеха у публики. Но, когда в 1882 году композитор Айана Римский-Корсаков поставил по пьесе одноименную оперу, то эта красивая история про Снегурочку многим понравилась. Известный меценат Эси Мамонтов поставил пьесу про Снегурочку на домашней сцене Абрамцевского кружка в Москве. Премьера состоялась 6 января 1882 года. Эскизы костюмов для нее выполнил художник В.М. Воснецов. Снегурочка на его рисунках была в светлом сарафане с обручем или повязкой на голове. В создании внешнего облика Снегурочки принимали участие и другие художники. Врубе Лема в 1898 году создал образ Снегурочки для декоративного панно в доме Ава Морозова. У него Снегурочка была в белой, сотканной из снега и пуха одежде, подбитой горностаевым мехом. Позднее, в 1912 году, свое видение Снегурочки представил Иенка Рерих, участвовавший в работе над постановкой драматического спектакля о Снегурочке в Петербурге. У него Снегурочка была в меховой шубке. В конце 19-ти, начале 20-го века педагоги стали включать образ Снегурочки в сценарий для детских новогодних елок. История о девушке из снега, пришедшей к людям, становилась все более популярной и во время проведения городских рождественских елок. До революции фигурки-снегурки вешались на елку, девочки наряжались в костюмы-снегурочки, исполнялись фрагменты из сказки Островского или оперы. После Октябрьской революции в Советской России также праздновали Новый год и отмечали Рождество. Украшали елки, а рождественский дед дарил детям подарки. После 1927 года в стране началась антирелигиозная борьба, и праздновать Рождество запретили. И хоть Новый год по-прежнему отмечали, но елки не наряжали. Исчезли в этот период и Дед Мороз со Снегурочкой. И только через 10 лет, декретом Совета народных комиссаров, было разрешено вновь наряжать елки, а Новый год объявили праздником. Первую новогоднюю елку открыли 1 января 1937 года в Московском Доме Союзов. На этой елке Дед Мороз впервые появился со Снегурочкой. На ранних советских открытках Снегурочка чаще изображалась маленькой девочкой. Но впоследствии ее стали представлять уже как взрослую девушку. В военный период о Снегурочке вновь забыли. И в качестве обязательной постоянной спутницы Деда Мороза она возродилась лишь в начале 1950-х годов, благодаря усилиям детских писателей Льва Косиля и Сергея Михалкова, которые писали сценарии для кремлевских елок. Так Дед Мороз и Снегурочка вошли в общественную жизнь страны как обязательные атрибуты встречи наступающего Нового года. Новогодние утренники с участием Деда Мороза и Снегурочки проводились во всех клубах, домах и дворцах культуры. Работники предприятий и учреждений получали для своих детей билеты на елку. Дети смотрели новогодние представления и получали подарки, конфеты. С тех пор прошло уже много времени, выросло не одно новое поколение людей. Но традиции празднования Нового года с участием Деда Мороза и Снегурочки остаются неизменными. Мало того, у Деда Мороза и Снегурочки появились даже свои резиденции. Дед Мороз живет в Великом Устюге, а терем Снегурочки находится в Костроме. Почему же именно Кострома стала родиной Снегурки? Да потому, что литературный «Отец» Снегурочки Аяностровский создал свою пьесу именно в Костромской губернии, в имении Щелокова. Именно сюда ежедневно поступают сотни писем от детворы со всех уголков нашей необъятной страны, в которых они поздравляют любимую Снегурочку с Новым годом. Рассказывают ей, как прошел год, что хорошего у них случилось в жизни и чего ждут от Нового года, просят передать их поздравления Деду Морозу. И Снегурочка старается все их просьбы исполнить. Ведь детям совсем не важно, откуда к нам пришла Снегурочка. Главное, Снегурочка есть. Дед Мороз – есть. Значит и Новый год с подарками – будет. Видео подготовлено при участии команды периодического интернет-издания «Жаш Клаб» и при совместном использовании алгоритмов нейронных сетей и искусственного интеллекта. Продолжение следует...